Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. А в нашей студии Марина Анатольевна Лушина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Рязани. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Давайте немножко о том, как прошел 2014 год. Было много всего. Что самое интересное? 2014 год близится к своему завершению. В этом году в городе Рязани проводилась большая работа для того, чтобы сделать наш город более безопасным и комфортным для проживания наших граждан. Что касается работы комиссии по делам несовершеннолетних, то мы работали в двух направлениях. Это работа с трудными подростками и работа со сложными семьями. Самое интересное в этом году было привлечение наших подростков, совершивших правонарушения, преступления, вовлечение их в различные виды деятельности. Мы активно вовлекали ребят в военно-патриотическую деятельность и взаимодействовали в этом году с Центром военно-патриотического воспитания. Проходя в этом Центре школу солдаты будущего, наши подростки учились тому, как быть более мужественными, принимать ответственные решения, нести ответственность за свои поступки. Они готовились к тому, чтобы стать защитниками Отечества. Вот вы сказали, чтобы было безопаснее. Кого и от кого вы защищаете? Наша задача тех подростков, которые уже совершили правонарушение, вовлечь в какую-то деятельность, занять их время, предупредить их о том, что они сделали неправильно. От самих себя. Да, и помочь им найти правильный выход из сложной ситуации. Где-то нужно какую-то личную помощь оказать, где-то необходимо помочь родителям, советам, помощью. А родители, как правило, благополучно, они могут дать грамотный совет своему ребенку или им по большому счету все равно, чем занятых сын? Вся проблема работы с такими детьми заключается в следующем. Мы привлекаем подростка в спортивную секцию, привлекаем в кружки по интересам. Но для того, чтобы посещать эти кружки, для того, чтобы постоянно, регулярно заниматься этим видом деятельности, конечно же, нужно ребенка контролировать. Нужно каждый день напоминать ему, что он должен пойти, что он должен сделать. А невлагополучные семьи, к сожалению, этого не делают. И в основном наши трудные подростки имеют родителей, которые злоупотребляют спиртными напитками. Те, кто занимается устройством своих каких-то личных проблем и совсем забывает о своих детях. Ну, тут самая главная проблема. Был ребенок в кружке, ему безумно понравилось. Например, они делали елочные игрушки. Все здорово, но возвращаться ему домой. Да. Когда он возвращается домой, он видит неблагополучную ситуацию. Отсутствие ужина, элементарного взаимопонимания. Да. Отсутствие ужина, отсутствие чистой одежды на следующий день, чтобы пойти на тот же кружок. Отсутствие еще чего-то. Внимание даже доброго слова, вопроса родителей. Ну, как, чем ты сегодня занимался? Вот это самое главное. Конечно, сейчас вся наша государственная политика настроена на то, чтобы все наши дети оставались в семьях. И все силы прикладываются, чтобы именно с семьей провести работу и обеспечить ее социальное благополучие. Вот в этом году для того, чтобы... Ну, вообще используются различные формы. Ну, вот в этом году мы привлекали наши семьи к работе, которая называлась клуб «Родная душа». В этом клубе мы приглашали мам, из неблагополучных семей, и с ними занимались там не сотрудники полиции, не сотрудники комиссии, а члены общественных организаций, которые добрым словом, советом помогали, да, иногда материально, иногда вещевую какую-то помощь оказывали. Ну, вот всем миром как-то пытались каждой семье индивидуально помочь. А сколько всего у вас ребят, которые находятся под вашим наблюдением, и примерный возраст? Да. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних стоят 124 подростка. Их возраст от 14 в основном до 18 лет. Многие ли из них нарушают комендантские часы и вообще порядок на улицах? Я думаю, все знают о существовании комендантского часа, и родители знают, потому что огромная работа проводится в школах и других образовательных учреждениях. Но часто мы, родители, просто не так внимательно относимся к тому, где наши дети, забываем посмотреть на часы, считаем, что, ну, ничего страшного, задержится он на 3 минуты, на 5 минут. И вот часто этих 3-5 минут не хватает, и дети совершают такие поступки. Ну, одно дело, если мы загулялись, заигрались и не посмотрели на часы. Второе дело, если в подворотне ребенок пьет пиво. Вы проводите многочисленные рейды. Что вы видите обычно? Как на вас реагируют? С каждым годом распитие спиртных напитков по линии подростков у нас уменьшается. Все-таки, когда в государстве принимается определенный закон, когда мы просто говорим, вот нельзя пить пиво, нельзя пить спиртные напитки, это все не так серьезно. А вот когда уже принимается конкретный закон, когда вот внесены были изменения в административный кодекс, были четко определены границы, где нельзя распивать напитки, то сразу же количество таких правонарушений уменьшилось. Какую работу вы проводите с родителем? Ведь не все родители пьют и ведут себя недостойно. Есть ли те, которые просто не знают, как справиться с сыном, подростком или с дочкой? Именно и обращаются за помощью. Подскажите, как действовать в такой ситуации? В этом случае мы предлагаем, конечно, советуем обратиться к опытным психологам. У нас в городе существует специальный центр при управлении образованием. Там работают опытные психологи, которые не спеша, очень осторожно сначала беседуют с родителями, потом беседуют с подростками, выясняют, в чем же этот конфликт. Как его лучше разрешить? Дают рекомендации. И часто эта помощь очень действенная. А подростки пытаются как-то юлить, играть на чувствах, хитрить? Да. Основная проблема в нашем... Вот один был очень интересный случай. Мы были на общегородском родительском собрании и говорили о том, что сейчас в городе проходит акция по жестокому обращению с детьми. Да. Мы говорим родителям, что нельзя с детьми жестоко обращаться, нельзя их наказывать. Вот. И один папа встал и говорит, а нет ли у вас акции по жестокому... по профилактике жестокого обращения с родителями? То есть он пожаловался на то, что его несовершеннолетние дети грубо обращаются с ним... И не ударишь, потому что ребенок. Да. Постоянно что-то требуют, что им нужно то-то и это. И обратился с такой просьбой, что, может быть, нужно больше нашим детям говорить не о том, что они имеют право делать, а о том, что они обязаны делать, что они обязаны уважать своих родителей, исполнять именно то, что говорят родители. Потому что мы несем ответственность, пока они не подросли, не стали совершеннолетними. Я не знаю, что мы будем говорить через 20-30 лет, а вот в нашей юности такого не было, да? Но мне кажется, мы где-то упустили поколение ребят, которые вот сейчас растут. Да. Я прочитала одну очень хорошую мысль, где говорилось так. Уважаемые родители, вы не бойтесь того, что вы чего-то не смогли дать своему ребенку. Вы бойтесь только того, что вы имели возможность, но не дали. И все время, которое вы проводите с детьми, пусть его будет не так много, пусть это будет 10 минут, 15, полчаса. Но они будут насыщены, они будут откровенны, они будут очень добрыми, позитивными. Потому что нашим детям не нужно, чтобы мы проводили с ними 24 часа в сутки. Им нужно знать, что их любят. Давайте поздравим наших телезрителей с наступающими праздниками. Мы каждого гостя, кто в преддверии новогодних дней приходит в студию, просим об этом. Уважаемые рязанцы, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Пусть в вашей жизни все будет успешно. Пусть ваши родные и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. И пусть наши дети будут нужны нам дома и в семье. Желаю вам счастья, благополучия и всего самого доброго. Спасибо, что заглянули в нашу студию накануне многочисленных праздников. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова